А курсовая у вас будет, вот она день в день, и вы будете буклет защищать, будете всё рассказывать, всё-всё-всё будете рассказывать, как вы делали, какими правилами пользовались, почему, что, зачем, как вы композицию строили, куда вы повели зрителя, с какой страницы на какую, каким способом вы его туда проводили. И, в общем, всё вот это будете рассказывать. Вот всё то, что я вам рассказываю, когда рисую, вот это всё вы будете рассказывать мне. То есть мы говорили о чём, что мы выбрали главного героя, то есть то, что мы продаём. Потом мы название запустили по динамической диагонали, да, зная, что это у нас даст нам какую-то экспрессию. Поскольку у нас вытянутая композиция, мы её вверх и выстраиваем. Причём мы выстроили, посмотрите, как интересно, то есть заканчивается у неё щека, да, и как бы продолжается силуэт лица, да, как бы продолжается вот этой коробкой. То есть она не абы как нигде попала стоит, а стоит таким образом, что композиция как бы у нас завершается. И буковка А тоже попадает под эту линию. Вот, и всё у нас, в принципе, здесь так интересно. Может быть, палетку можно будет чуть-чуть опустить, может быть, нет. Вот, это ещё потом посмотрим. Девочку тоже мы поставили не случайно так, а кисточку мы запустили именно по направлению вот этой диагональной линии, которая у нас и держит всю композицию. Это у нас будет задняя сторона, шестая. Здесь у нас будет информация о фирме, контактные данные, где купить и прочие все дела. Здесь мы особо ничего не будем. Может быть, что-то сделаем из Goodwood. Ну, посмотрим. И что у нас тут осталось? У нас тут осталось нам, в принципе, нам, в принципе, осталось здесь сделать, так, мне надо найти, где у меня референс, это я потерял всё. Владимир, а подскажите, пожалуйста, вот вы вот как вот эту картинку обрезали, получается, по границе страницы? Что-то я это как-то пропустил, этот момент. Вот у вас получается... Маску же мы сделали. Ага. Так, ну, когда будем говорить, мы пропустили этот момент. А, всё хорошо. Откройте, там мы маску сидели, обводили. Вот. И вырезали эту маску. Ну, я поняла. А, может, я у вас не делал эту маску, может, в другой группе делал, не знаю, нет. Ну, по-моему, ваша эта картинка. Сейчас я гляну, у меня ещё одна есть. Ну, палетку понелше. А палетку мы там с ними тоже делали. А. Поэтому я точно... А, я, по-моему, вашу удалил и с ними сделал по новой. Вот как было дело, да. Точно. Ну, ладно. Может быть, мы только фотографию закинули. Ну, фотографию я помню. А кто-нибудь просматривал урок или нет? Я осматривал. Маску мы делали точно. Ну, маску мы делали на палетку. Это я помню. Мы вырезали. А, на палетку. А на эту, на девочку не делали маску, да? Так. Я сейчас тебя... Другая... Да, вы, наверное, удалили и сделали новую. Потому что у нас где-то вот... Агредиент, который идет внутренний, он был другой фигурой. И градиент тоже другой был, да. Да. Здесь только мы... Хорошо. Можно вас спросить, Владимир, а можете вот вы приблизить... Мне вот непонятно, вот сами поля, вот то, что вот мы... Ну, в угол куда-нибудь сделаете, чтобы было видно. И всем, и мне. Что, что? Угол. Угол. Покажите угол любой. Вот тут? Да. Вот... Так, Марина, замолчите. Извините, пожалуйста. Тихо умиру. Вот, значит, по большому краю у нас запас 2 миллиметра, это нарез. Смотрите, вот эта вот часть, это часть пустота. Это вот... Они там, как бы, свои их типографические дела. Вот это вот монтажная область у нас. То есть, это размер листа, который будет. В чистоте потом отрежется, когда будет у нас такой размер вот этого... Вот поэтому. ...нашего буклета. Это делается для... Это делается для типографии, для них, для их... Для всяких. А вот сам рез вот здесь будет. То есть, они не могут меньше 2 миллиметров резать. То есть, им для того, чтобы ровно отрезать... Это понятно. А вот дальше вот это коричневое поле... Видимо, зажимают или чем-то, может, не знаю. Но вот им надо 2 миллиметра, чтобы было чем зажать эти 2 миллиметра. И вот тут они отрежут потом. Вот это называется зона обреза. Всё. Это понятно. А вот это печатная зона идёт. То есть, это, как бы, поля идут. А коричневое поле, оно... У нас, получается, когда обрежется, у нас же будет по всему краю белое поле. Зачем это нам надо? Ак это же некрасиво. Ну, вы можете заливать до конца. Вы можете заливать до конца. Безопасная зона для печати, потому что здесь вы можете залить фон. Но рисовать там ничего не нужно. Почему? Потому что краска может заплыть за края и будет некачественно. А фон-то они вам закрасят, конечно. Фон можно заливать до конца. Значит, фон лучше заливать до конца. Иначе, когда отрежется, будет некрасиво. Белое поле будет, да. Да. Будет как-то нелогично. Вот, можете заливать до конца, да. Итак, что касается... Ну, мы дальше будем фотографии делать, поэтому я думаю, не будем зацикливаться прямо вот на этой фотографии. Я думаю, ничего тут сложного нет. Обвести просто надо перышком и все. Вот, так же, как мы обводили вот эту и как остальные другие будем обводить фотографии. То есть сейчас наша задача найти референсы. Референсы. Открыть фотошоп с референсами. И нам нужно вот это вот 12 популярных оттенков. В принципе, я могу скопировать это дело, чтобы примерно было понимание. Вот этот слой, наверное, я не сделаю. Открыть. Даже не знаю, как ее сюда поставить. Так что было бы интересно. Я, наверное, 12 здесь нарисую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не бойтесь рисовать, потому что иногда... И все то, что, допустим, здесь, оно подходит графически к вашему буклету. Может быть, здесь чуть-чуть потоньше единичку сделать. Двенадцать популярных оттенков. Как, куда их написать, даже не знаю. Двенадцать... Продолжение следует... 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 Пятая, наверное. Да, она закроется. То есть, вторая, третья. Откроется. И здесь будет вторая, пятая. Вторая, пятая. Вторая, третья, четвертая. Ну ладно, пятую мы, в принципе, можем потом оставить. На пятую. Можем здесь вторую, третью, четвертую посмотреть, что у нас с выференцами. Так. Так, так, так. Стойкая снизу, зиденка, пигментация, легкая растушевка. Вот это неплохая история. Компактный размер, отлично смешиваются универсальные оттенки. С ошибками только написано. Ну, ничего, мы избираем, понятно. Стойкая текстура, широкая палитра. Ну, вот здесь надо выбрать, либо вот это мы берем. Стойкая текстура, широкая палитра, насыщенный цвет, высокая пигментация. Либо вот это. Компактный. Ну, тут уже ваша больше консультация, что ближе, потому что я тут не очень хорошо понимаю, что важнее. Отлично смешиваются между собой универсальные оттенки и компактный размер, либо стойкая текстура, широкая палитра, насыщенный цвет, высокая пигментация. Вам что ближе? Ну, вот это важней. Вот это, да? То, что тут написано, да. Давайте вот это возьмем, то есть, само вот это возьмем, типа композиция, раз, два, три. Просто вот тут картинка красивее, а вот там надпись. Да, мы надпись оттуда возьмем. Нам как раз подходит, что у нас там три, у нас там три вот этих вот момента. Поэтому нам вот это подходит композиция. Для себя и в подарок. Все это возьмем. Теперь давайте смотреть, что у нас тут, как нам сорганизоваться с этой композицией. Поскольку мы завернем вот эту, давайте, может быть, скопируем, что ли, как-то. Как ее тут скопировать, даже не знаю. Так, сейчас вот так скопируем. Так, скопируем. Так, скопируем. Поехали. Где это? Пятая страница. Сохрани. Вот тоже я сюда закину. То есть когда мы буклет закроем, то он у нас вот здесь вот эта штука будет. То есть вот этой не будет. Четвертая сюда завернется. Здесь выйдет пятая страница вот эта. Она у нас вот здесь вот так будет смотреться. Поэтому в принципе, в принципе, здесь мы можем не повторить. Повторить. Но я бы здесь все-таки, наверное, пошел уже другим путем. Ну, здесь может быть взять и сделать V-образную композицию. Но поскольку у нас три, здесь у нас будет заголовок. Для себя и в подарок, да? Подойдет такой заголовок, как вы думаете? Для себя пойдет и в подарок пойдет. То есть мы же рекламируем. Призываем к действию. Купить неплохая, мне кажется. Для себя и в подарок. Поэтому текст сейчас напишем. Потом будем думать, как с ним разобраться. Начнем с текста. От него и потом мы будем воевать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Коробка-то у нас одинаковая. Там просто разные картинки, я так полагаю, да? Так, что же мы такое сделаем, чтобы было у нас это все интересно. Я думаю, что здесь я этот градиент заменил. Продолжение следует... Спасибо. 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 И так это будет. не закрывать, поэтому пусть будет здесь чуть-чуть по-другому. Так, теперь нужны картинки. Нужны картинки. Вот они, да? Они, да. Они, да. Придется две одинаковых картинки сделать, потому что у нас три, а коробочки-то две разных, поэтому мы копируем эту коробочку. Копируем и вставить. Нам понадобится две картинки таких, для каждой сделать отравочную маску. Это у нас страница 234. Два, три, четыре. А это потом мы скопируем и развернем. Итак, первая картинка будет у нас вот эта. Композицию будем здесь раскручивать по вот этому солнышку, то есть она будет у нас вот так вот крутиться. Если здесь у нас динамика была диагональная, то здесь радиальная будет динамика. Вот так все будет вокруг этого градиента, все и закручивается вокруг этого главного события для себя и в подарок, который у нас подсвечивается, контрастно все хорошо читается. Вот. И солнышко это дает нам чуть-чуть ощущение радости, праздника и теперь мы вырежем вот эту картинку. Для этого выделяем ее, снимаем выделение и рисуем отравочную маску. И выберем ее цвет белый. Шифтом выбираем их оба, заходим в объект, обтравочная маска создать, все вырезаем, одна картинка есть, перетаскиваем ее сюда, это у нас будет центральная картинка и развернем ее вот так. И немножко мы ее... Поставим сюда, посмотрим, может быть еще потом поднимем, может быть нет. Теперь смотрим с этой... Еще одна нам нужна будет картинка. Еще сделаем копию. Поднимем сюда и теперь здесь сделаем отравочную маску. Продолжение следует... Продолжение следует... Не очень хорошего качества картинки. Вот это плохо. Сейчас я буду, наверное, поищу получше картинку. Посмотрю, как она сядет здесь. Продолжение следует... 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 Посмотрим, что нам Google подскажет. Так, сейчас у меня здесь небольшой, но здесь небольшой. Так, сейчас у меня 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 здесь. Так, сейчас у меня здесь небольшой. Здесь... Здесь можно каких-нибудь девочек сделать. Одну для себя, а другую для подруги в подарок. Одну блондинку, одну брюнетку. Будет неплохо. Посмотрим. А здесь будет текст у нас. Так, пишем текст. Здесь будем текст уже выбирать прямой. Такая текстура. Пока 21 возьмем. Здесь будем выравнивать вот по этой строке. 2, 2, 4. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, пишем, что там широкая палитра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Свет и высокая пигментация. Чуть-чуть, наверное, шрифт сделаем помельче. Все-таки нет. Пусть будет такой. Нет, поменьше сделаю. Восемнадцать и млак. Вот так. Восемнадцать. 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 Здесь можно сделать послабше. Продолжение следует... Чтобы у нас даже еще, наверное, слабше. Вот такой момент. Вот это хорошо. Продолжение следует... 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 Теперь можно посмотреть, что у нас с этими коробочками может быть и смысл их тоже собрать. Вот так, наверное, смысл их закруглить. Здесь они больше не на месте будут. А здесь у нас остается место для девочек красивых. Теперь надо поискать девочек. Так, 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 так. Напишем красивые глаза, что она нам даст. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. И вот так потихонечку мы приведем картинку в порядок. то есть не бойтесь находить картинки с какими-то водяными знаками. Вы уже все это умеете делать. Способы различные. Мы знаем. Да. Большие такие штуки я как правило заливкой заливаю. то лучше. Работает. А маленький уже будем рисовать кисточкой. Чем ближе вы обведете к вашему миру. И тем качественнее будет ваша заливочка. Да. Далимочка. Зат cam bl��. Здравствуйте. Хорошо. Подогнал немного. Тут конечно попробую, может сообразить, нет значит придется другому способу. Кисточкой придется такие места, я обычно кисточкой закрашиваю вручную, просто пиксельную. Беру пиксельную кисточку и по одному пикселю подбираю цвет и закрашиваю. Может и зальет. Нет. Не хочет. Здесь можно поработать с кисточкой. Четыре пикселя возьми. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь простой кисточкой. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 так будет лучше гораздо шлифтюка не пойму я поближе сделайте по увеличке посмотрю он у меня курсивы просто я сейчас хочу здесь вот у меня закрывается знаете почему плохо смотрится потому что у вас высота букв и между строчи она неправильная сделайте автоматически расстояние автоматическое между строчками потому что шрифт крупный он читается за счет того что он и курсивом наверное его здесь не надо и здесь лучше всего возьмите столбик компоновку столбиком столбиком возьмите компоновку это куда мне зайти окно откройте опять эта штука появилась наша не смогу открыть окно у меня вот эта штука сверху закройте так что я закрою тогда посмотрите сами посмотрите откройте окно абзац давайте вам покажу где на своем экране так а вот у меня сейчас окно окно и куда зайти нужно абзац да да текст там должен быть окно текст 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 внизу текст вижу абзац да да вот и там вот да вот это вот вот ну и по шрифту посмотрите разберитесь вот там откройте зря закрыли это дело а вот это символы откройте рядом символа нет вот в этом окне символ вот там справа у вас две буковки а и между ними размер стоит у вас 14 стоит у вас откройте авто а авто что у вас шрифт 12 шрифт как называется у вас монсерат знаю не очень хороший шрифт а попроще что-нибудь возьмите какой-нибудь робота возьмите какой-нибудь в конце концов калибри такой нормальный читабельный который все берут для таких буклетов для таких вот вещей то есть как правило для таких вещей тем более у вас дяденька у вас официальный он врач или кто он там за смен поэтому там такой простой нормальный шрифт возьмите или робота или возьмите калибри будет нормально ну вот калибром ну вот его возьмите вот цветом белым вот уже будет получше ну и расстояние ну в принципе пойдет вот можно чуть побольше побольше можно побольше да не 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 так вы просто его растяните шифтом возьмите выделите да написали нарисовали рамку но вы скопируйте текста просто вставьте его переделать но сделайте 14 много будет его растянуть чуть-чуть надо вы вот в рамке вписываете а потом у вас не получается вы создайте новый текст рядом вот в рядом в этой просто ткните и и контрол-в все все теперь переносите что-то вообще у меня не то вставилось вот этот скопируйте текст просто вот контрол c и вот сюда контрол вы его но он белый сейчас там не видать можете цвет просто пока ему поменять но она вот такое всю строчку тогда идет если рамки нет я уже пробовал не хорошо вы его выровняйте и все и он у вас будет нормальный вы может ну как вы его переносите все но только это все вручную переносить да мне все равно кажется с рамкой проще в этом плане ну делайте делайте с рамкой но сделайте там 12 с половиной попробуйте 13 сделать ему высоту тогда все посмотрите там рамку саму увеличьте он будет у нас все но увеличиваться ну вот 13 уже нормально просто рамку увеличите чтоб все вошло весь текст у вас все нормально а там рамочку нарисуйте как у вас было принципе это неплохо то рамочка рамочку нарисуйте которую у вас было как тип вам говорит вот это да да только просто беленькую тоненькую рамочку сделайте обведите вот это все контур сделайте все прям можете ее по размеру сделать вот этих вот направляющих которые у вас но тогда у меня шрифт будет не белый а пусть белый рамочка пусть белая рамочка тонькусенькая а без заливки вы имеете ввиду да и заливки только рамочку нарисуйте вот и пустите ее вот по направляющим сверху сбоку а тут подрисуете кончик как будто он вот так говорит так неплохая на принципе а можно и туда вот ее использовать растяните там и тоже да помасштабируйте да 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 побольше побольше прям прям по направляющим сделайте так да я поняла она у меня убежала просто я ловлю и тут вот и там вверху все люкс она у вас села на у вас закончила страницу ограничила вот уже красиво только я теперь много места у вас но шрифт я могу больше наверно да сделать или больше или вы грамочку поднять ну тогда дядьку этого надо будет больше делать дядьку увеличить его можно прям рамочку перекрыть головой если че тоже будет неплохо еще больше кстати дальше он больше еще можно еще можно вот так и обрезать его чуть-чуть и вверх туда поднимите его по вот направляющей да вот так а там обрежьте нет здесь мы понаправляющий тоже где с левой стороны рука вверх поднимите правильно по направляющей не надо ставить во по направляющей вот направляющей его под резать его нижняя управляющая у вас где вот вот по ней не а левое плечо по левой направляющей еще двигайте не бойтесь не бойтесь а то обрезать просто плечо все сделать его еще год там все равно все там нормально вроде ну там не очень красиво рамка ветер прямо на голове либо туда ниже наоборот в рамку вы можете поднять у вас там до буков еще очень много места вот так вот все теперь достаточно для головы месте прям эту если провести линию от стрелочки она как раз карту у него идет как будто он и говорит все люкс теперь хорошо и теперь посмотрите расстояние слева до рамки у текста и справа чтобы одинаково у вас было вот наверно так ну вот это вот ровная линия синий не очень хорошо смотрится надо что-то там подумать как переход сделать где ровная синяя линия ну вот на сгибе вот это вот так это получается вот эти две страницы они будут снежно это ты внутри страницы но все равно когда вы откроете то они все равно же у вас будет смотреться раскрытая когда буклет будет раскрытый они все равно у вас будут смотреться все не смотрите у нас получается вот это вот две страницы это обложка то есть она как закрытая книжка Первую страницу мы открываем, где вот это, и там будет вот этот синий мужчина на синем фоне. То есть оно как бы не должно резать на друг друга. Ну, нормально. Внутренняя часть. Ну, когда вы раскроете, это все равно будет одна страница. Вот в чем дело. Но я не хочу ее белой делать. Ну, делайте, делайте. Все, ладно, спасибо. Я по единственной, знаете, что по композиции там надо смотреть, когда вы сделаете те две страницы. Там надо посмотреть нормально, что он туда в то что. Ну, в принципе, нормально. Но я его и так развернула, потому что он туда вообще бы не туда смотрел. Я его и закаливаю. Ну, нормально делайте. Все хорошо. Дальше работайте. Еще, если у кого-то вопросы возникают, сразу можете спрашивать. Будем смотреть, разбирать. Все хорошо. Продолжение следует... 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 Может быть... Продолжение следует... 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 можно делать можно не делать там посмотрите да все будет зависеть от того что там будет еще и как но титульный лист пока нет титульный лист вот он же как раз и должен нас привлекать простые понятны ну пусть но надо их по цвету поиграть с ними сделать красиво ярко вкусно будет хорошо не обязательно же черный вектор делать вот давайте посмотрим сейчас наберем вот эти хорошие вот этим ах если вы вот в таких цветах векторные нарисуйте будет вкусно будет хорошо ну он по композиции сюда не как их отдельные сделать их отдельно сделайте сделать вот так уже будет вкуснее интереснее гораздо вот так с такими цветами и это все будет до отдельно их да скомпоновать вот под эти вертикальные штучки будет люкс другое дело а черно-белое это ну чё разукраска что ли для детей вдохновение придет а что вдохновение пришло надо полистать специи открыть и листать 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 потом не попадет то что надо и потом раз а вот это и отсюда возьму вот это и отсюда вот вы же видели я девочек сколько перелистал их листал листал ну вот и не то не то не то это нашел и то еще не то вот сижу я тоже дорабатываю дорисовываю но потому что не всегда то что мы находим она подходит поэтому приходится что-то изменять что-то переделывать что-то как-то по-своему делать вот где-то нарисовать может правда надо вектора посмотреть картинку рисунок и нарисовать свое может быть и это же мы просто по цвету взять сделать красиво хорошо будет все классно владимир можно тоже показать конечно давайте потом уже скоро закругляться будем всех посмотрим кто что вот смотрите я сделала сюда еще вот такую штуку потому что вообще как бы планирую расписывать ежедневные программы вот эту штуку лучше вон вообще ее в середину туда запихнуть вот в этот подвиньте-ка и в середину ну видите просто как бы буклет рассчитан на то что в нем информация идет ежедневных программах в середину логотипа засуньте его не вот про это говорю сюда да да вот здесь ему место будет нормально вот там где вы его поставили она ему не место так вот здесь чуть поменьше можно его сделать чтобы он вот вот это уже будет дело и опустить чуть-чуть логотип ну да я смотрю что уже надо тогда чтобы расстояние было так все люкс уже будет уже композиция зажила и чуть-чуть текст опустить заголовок немножечко да вот так немного все что мне кажется еще с правой стороны много места слева чуть чуть меньше чуть-чуть ага вот так да 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 ну чтобы равновесить так немножко он уже такой вот вот это уже хорошо вот и здесь получается у нас на каждой странице будет расписанная программа ежедневная то есть для сухой получается но здесь прям информация которая есть такая готова к употреблению и вот я планирую на этих всех трех сделать вот эти программы расписать на первое второе вот это не надо делать это я вам говорил 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 говорит написание никто и читать не будет вашу жгенна для пациентов чтобы они прочитали поняли что им подходит то есть он информативный больше этот буклет не продаете или вы рассказываете тут же вы просто лучше но смотрите я просто работала раньше в медицине вот и врачам было бы очень полезно так они это на словах все рассказывают а так они дают это пациентам пациент видит перед глазами помимо того что у него расписано все что как бы каждое средство себя представляет когда пациент сидит в очереди у него время полно он с удовольствием посидит почитаю вот и у него получается есть еще рекомендации утро вечера в обед что нужно делать то есть вот с этой целью то же самое вот эти вот тексты сделайте блоками если уж вы такой ставите текст большой делайте блоками ну смотрите здесь получается одно средство второе третье я имею ввиду вы компоновку текста делаете блочно абзац делайте блок разделить их даме между собой нет на дождь в ровный край был с левой стороны справа знаете честно мне не нравится когда ровный край почему объясню потому что когда я делаю вот так у меня вот здесь вот вот это все тоже расползается мне это не нравится не ну так здесь можно регулировать это все это все можно регулировать это у вас расползается почему потому что вы делаете его в рамку пишите если вы не будете в рамку писать и вручную будете его набирать и переносить так как переносится в книжках все будет люкс Расползается, правильно, потому что вы в рамках делаете, но у вас расползается, потому что он по рамке ее расползает. А когда вы вручную наберете его, так как набирается он, все будет хорошо. Ну, то есть, по большому счету, вот что-то примерно такого плана можно сделать. Тут, получается, во втором столбике будет примерно то же самое и в третьем, как информация. Да, можно. Так, ну все, тогда больше по замечаниям нет, да, только с этими блоками доработать. Ну, как бы с этими блоками вопрос у меня есть, но когда уже сделаете, тогда видно будет, что пока еще эти блоки далеко еще до совершенства. Поэтому делайте, потом посмотрим, если в понедельник, там уже видно будет. Ладно. Что с ними делать, как их привести. В общем, вот первая страница, все отлично. Вот первая мне уже нравится. Дальше пока еще все так. Ну, дяденька, еще с натяжкой можно наставить. Вот. Но остальное, все надо работать. Понятно. Когда первая страница мне нравится. Все хорошо. Хорошо. Спасибо.